Самая торжественная неделя в году у православных, Светлая Седмица. Все это время до следующего воскресенья верующие празднуют Пасху, в церквях идут богослужения, звонят колокола, возвещая радостную весть. По традиции, накануне один из храмов посетил президент. В этот раз Свято-Благовещенский в Смолевическом районе. Глава государства вместе с младшим сыном присутствовал на богослужении, зажег пасхальную свечу. Из храма Александр Лукашенко поздравил всех белорусов со светлым праздником Пасхи и пожелал в первую очередь здоровья. Но были и другие темы для беседы, так как людей волнует ситуация в стране. Искренний разговор, светлый праздник. Должен вам сказать, что в церкви я всегда ничего не скрываю. Вообще стараюсь не врать, хотя в политике это очень сложно, в церкви тем более. Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл дорогу людям к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию, особенно деревенские люди, особенно крестьяне. Мы эти вирусы переживаем каждый год. Я всегда говорил белорусам, и сейчас, полторы в этом храме. Все это пройдет. И нам надо подумать, что будет с нами после этого. Поэтому я... Ну, знаете, одному трудно в мире особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться. Что мы должны работать. Слушайте, а как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеять, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные, демократичные, которые сегодня начали работать, начали открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнет до 600 человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? Я исходил из одной простой мудрости, рожденной нашими людьми. Когда трудно, желательно стиль жизни не менять. Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Я говорю, всякое может быть. Я не забегаю вперед. Но даже вы, люди вроде отвлеченные и настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Если мы пройдем этот период достойно, это будет прекрасная страница в жизни нашей страны, в жизни нашего народа. А вы, пришедшие сегодня в этот святой храм, впишите хорошую страницу в свою жизнь. Поэтому я желаю вам быть здоровыми, потому что воскресение Христово – это свидетельство победы добра над злом. Это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что он не боялся, он жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Не переживайте. Если вы чуть-чуть сделаете навстречу своему здоровью и спасению, чуть-чуть, маленький шажок, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть, она кому-то нравится, не нравится, но она сделает все для того, чтобы вы были защищены. Если мы будем вместе, все будет хорошо. Я только что сказал, что все народы мира страдают сегодня и от того, как нагнетается ситуация в этом мире, и от болезней. Я хочу из этого храма обратиться к нашим братьям, россиянам и украинцам. Они, как и мы, переживают непростое время. Может быть, даже сложнее у них сегодня, чем у нас. Я хочу от всех нас, от белорусов, пожелать им здоровья. Я хочу, чтобы Господь услышал и помог им преодолеть эту беду, зачастую рукотворную, созданную нами самими. Пусть белорусы и украинцы, наши братья, живут в мире и согласии. Я уверен, если они будут верить и также будут стремиться жить, они преодолеют эти невзгоды. Все преодолеют. Я также хочу обратиться к нашим соседям, полякам, литовцам, латышам, и пожелать им скорого выздоровления, а также европейцам, американцам, китайцам, которые здорово нам помогают в лечении людей их советами. У них опыт очень большой. Всем, всем тем людям, которые живут мирно и хотят жить впредь так и дальше. Я хочу из этого древнего храма обратиться к белорусам и поздравить их с этим светлым праздником, с самым светлым праздником нашей жизни. Перед посещением монастыря президент поручил перевести зараженных коронавирусом на лечение из районных больниц в областные. Это, по мнению главы государства, поможет лучше контролировать ситуацию и оказывать больным более квалифицированную помощь. Помочь всей страной. Более 5 миллионов рублей, почти 80 тысяч евро, именно столько уже поступило на благотворительный счет Минздрава. Его создали для поддержки медиков в борьбе с распространением коронавируса. Часть собранных средств уже направлена на закупку защитных масок, комбинезонов и экранов. Еще часть денег перевели в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. На них приобретут наборы реагентов для выявления COVID-19. Минздрав подробно отчитывается о потраченных средствах. Распределена по медучреждениям и безвозмездная спонсорская помощь, а также груз, доставленный из Узбекистана. На помощь врачам пришли и крупнейшие IT-компании страны. Разработчики ИПАМ и Варгейминг направили Минздраву два грузовика с респираторами. Около 700 тысяч фильтрующих масок высокого класса защиты изготовил ведущий мировой производитель компания 3М. Такие респираторы рекомендует Всемирная организация здравоохранения именно для использования в условиях распространения особо опасных инфекций. Это средства защиты, которые сейчас остро необходимы, которые сейчас очень быстро расходуются в связи с ростом эпидемии. Ну и хочу выразить благодарность людям, которые неравнодушны, которые управляют свою активную жизненную позицию. В то время, когда государство затрачивает огромные средства, поставляет плечо помощи. Спасибо. Полученные средства защиты долго на складе не задержатся. В ближайшее время они поступят в больницы, где проходит лечение пациент из COVID-19. Первая соль добыта под Любанью. Работы на Нежинском горнообогатительном комбинате достигли глубины минус 567 метров. Там и был обнаружен слой каменной соли. Строительство комбината на базе Старубинского месторождения Калия продолжается. Подземные работы ведут с помощью инновационных машин. Они уже развили скорость до 5 метров в сутки. Изготовлены комплексы в Германии по специальному заказу. Технология не имеет аналогов в Европе. Экологично, высокоэффективно заменяет ручной труд в шахте. К финишу близится посевная кампания в Беларуси. Ранними яровыми в стране засеяно почти 90% площадей. Это без малого 770 тысяч гектаров. Работы в полях завершены практически во всех областях. Погода позволила ускориться и витебским аграриям. В самом северном регионе засеяно половина полей. В целом по стране зерновые и зернобобовые культуры займут более 860 тысяч гектаров. По плану еще сев кукурузы и овощей. Размером с теннисный мяч. Сильнейший град обрушился на австралийский штат Квинсленд. Масштабы стихии можно оценить по кадрам, которыми поделились местные жители в соцсетях. В диаметре льдины достигали 10 сантиметров. От разгулы непогоды пострадали сразу несколько городов. Повреждены дома, разбиты десятки автомобилей. О пострадавших не сообщается. Ну и, пожалуй, самая захватывающая погоня года. В Стэнфорде трое полицейских почти час гонялись за сбежавшим кабаном. Животное спокойно разгуливало по улицам, пока не наткнулось на офицеров. Возвращаться домой, судя по этим кадрам, беглец не собирался, бросился на утек, чем устроил настоящую проверку на выносливость своим преследователям. Если бы не мусорное ведро, которое послужило ловушкой, пришлось бы вызывать подкрепление. Сейчас у полиции еще одна задача со звездочкой – найти, откуда сбежал кабан.